здравствуйте как вы думаете что это такое меня в руках варианты а цветковые растения б мочалка из ближайшего супермаркета в лишайник г мох правы те кто все-таки посчитал что это цветковое растение ее называют телянтиус наевидная она же луизианский мох она же испанская борода она же испанский мох самое интересное что ничего испанского в ней нет вообще ни кастаньет ничего другого и в испании она не растет это обитатель северной центральной и южной америке ну и от мха в ней тоже особо ничего нет потому что это как я уже сказал цветковое растение а какому же семейству цветковых растений относится эта красавица возможно по виду именно этой телянсии семейство угадать довольно таки нелегко если вы конечно не знакомы с ней ранее потому что в общем это не такой уж супер экзот периодически его даже продают цветочных магазинах так вот я вам покажу пару ее сестер по роду две другие телянсии и возможно вам удастся угадать что это за семейство но если нет я покажу вам ее двоюродного брата которого вы точно узнаете и так вот она наша телянсия устного и дес она же телянсия устноевидная вот ее другая сестра телянсия рекурвата видно что похоже возможно все равно еще сложно догадаться какому же семейству она относится сейчас кину под ноги она это переживет вот телянсия и анантес все с одного и того же соседнего дерева вот этот комок этих телянсии может быть не так узнаваем а вот это уже что-то наверное вам должно напоминать если вы еще ее не узнали посмотрим на двоюродного брата телянсии из другого рода пока я бегал за двоюродным братом телянсии я тут на ветке заметил еще одно растение это тоже телянсия обратите внимание насколько она не похожа на телянсию устноевидную но зато похоже на другого представителя этого семейства узнали это верхушка ананаса телянсия устноевидная как и все показаны на телянсии как и ананас относятся к семейству бромелиевые семейство это относительно молодое телянсии это достаточно молодой род которому нет и 10 миллионов лет тем наверное обиднее каждый раз я слышит свой адрес что-то типа испанский мох борода и какие-то другие отсылы давайте посмотрим на то как телянсия устноевидная живет в природе и как мы ее можем содержать у себя дома для меня устноевидная телянсия всегда ассоциировалась с душными болотами луизианы или джунглями центральной америки каково же было мое удивление обнаружите телянсию в довольно сухом сосново-дубовом горном лесу хотя несколько месяцев году и здесь все равно достаточно влажно интересно что у сноевидки далеко не все равно где висеть она лучше растет на деревьях с листьев которых во время дождя смывается много минеральных веществ корни то у нее выполняют только функцию прикрепления к дереву то есть она не поразит того растения на котором растет собственно она может расти и на линии электропередач и на столбах лишь бы было к чему прикрепиться думаю даже лишайнику не сладко приходится висеть на палящем солнце что уж говорить о цветковом растении проблемы будут и с водой и с едой но у телянсии есть для этого хитрые адаптации видите она такого характерного сизоватого цвета давайте попробуем посмотреть на нее поближе на этом фото видна какая-то ворсистость это благодаря почти прозрачным чешуйкам на ее листьях в них застревает пыль из которой телянсия добывает питательные вещества не густо но ей хватает эти же самые чешуйки помогают улавливать из воздуха влагу ну конечно в очень сухом климате вкусноевидная телянсия расти не будет поэтому периодически там где она растет она все же намокает под дождем или как минимум оказывается во влажном воздухе и в это время она может расти наиболее интенсивно на фото чешуйки телянсий до и после дождя они набухают и на какое-то время удерживают воду как и все бромелии телянсия устноевидная цветет цветы устноевидки довольно скромны но по ночам приятно пахнут чтобы таки привлечь и пылителей вот фотография любезно предоставленная эрик и шульц телянсия устноиоидос добавят экзотики в вашу коллекцию домашних растений конечно в тропическом климате ее выращивание не представляет большой сложности скорее наоборот она может так разрастись что потом еще придется пропалывать вот например как украсили телянсиями свой сад наши соседи дома в петербурге я держу большую часть своей коллекции растений на застекленном балконе там хоть как-то удается поддерживать влажность и на балконе устноиоидос начала расселяться сама вместо полива я ненадолго бросаю ее в тазик с она теряет кусочки потом туда же помещаю орхидеи и вот уже этот кусочек устноевидки начинает расти в новом горшке этой самой орхидеи солнце им нужно умеренное но явно не полная тень рекомендую пару раз в неделю замачивать телянсию в каком-нибудь тазике с мягкой водой а раз или два в день хорошо опрыскивать ее из пульверизатора пару раз в месяц в воду где вы замачиваете устноевидку можно капнуть какого-нибудь слабого удобрения для орхидеи например если у вас есть аквариум можно использовать вместо удобрения аквариумную воду если вы ее периодически меняете телянсию сноевидные наверняка входят в список самых необычных цветковых растений ну как минимум в мой личный список точно в тропических лесах много чудес и я буду продолжать знакомить вас с ними чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь и ставьте лайки пишите в комментариях что еще вам было бы интересно увидеть в этом сезоне мы в мексике